Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть за Great War Western Front на максимальной сложности за союзников. Вышел патч 1.1. Спасибо за этот комментарий, потому что я уже, откровенно говоря, бросил следить, потому что очень давно никаких обновлений не было, и я, в принципе, забил на игру, записав еще несколько серий вперед. Вот, бросил ее, потому что, начиная с 13 серии, вот этой, которую сейчас ты смотришь, перестали сохраняться технологии. То есть я вот здесь вот что-то брал, ну вот, например, сортировочную палатку, строил госпиталя, заканчивал ход, и в следующий ход у меня пропадала и палаточка, сама как открытая технология, и госпиталя, который я строил. То есть я и деньги терял, и очки науки терял, и такая фигня происходила 3 хода подряд, и после этого я решил, ну что, неинтересно, никогда я не дойду ни до танков, ни до газов, ни до чего никогда не дойду, поэтому больше играть неинтересно. Кроме того, у меня вот эти штуки пропадали, то есть вот здесь написано 5 ходов, да, можно подождать 5 ходов, чтобы следовать ограниченный обмен, получить 900 золота. Ограниченный обмен, это, кстати, где? Это вот здесь. То есть у меня уже открыто досюда, мне, в принципе, я могу сейчас открыть этот ограниченный обмен и получить 900 золота. Разве плохо? Нет, конечно. Но у меня каждый ход, вот эти штуки тоже стали пропадать, невзирая на эти счетчики. Ну, я не говорю уже про сохранение, когда отваливался интернет, мне приходилось там переиграть. В общем, игра велась отвратительно, ужасно. Но, тем не менее, я как-то мышь кололся, но продолжал весь кактус, поэтому у меня было отснято еще вперед несколько серий. Но вышел патч, я сейчас запустил, открыл технологию, перешел в следующий ход, и технология не пропала. Поэтому я сейчас все последние серии поудалял и продолжаем с вот этого места. Просто повезло, что я не успел еще повыкладывать просто вот эти вот богованные наглохо серии. Ну что ж, погнали. Итак, у нас есть два очка науки, мне там пишут активно в комментариях, что открывай рту, открывай рту, потому что активнее пользуешься. Я уже там отвечал, но все-таки, значит, за два очка мы получим просто сокращение перезарядки на 20 секунд. Что значит сокращение перезарядки? Мы будем стрелять чаще, это значит, что мы будем расходовать больше боеприпасов, мы будем расходовать больше снабжения. Со снабжением не так, чтобы хорошо, тем более сейчас, когда противник перестал нападать вот так вот тупо, как он нападал, там, где 18 корпусов, а с неожиданных направлений, с разных, где у него не так уж много сил. То есть расход боеприпасов увеличивать неинтересно вообще ни разу. Интересно было бы, может взять осадную артиллерию, вот это вот она вроде, да, которая перед битвой может покромсать противника. Но опять же, она будет жрать припасы, поэтому пока тоже не очень интересная штука. Таймеры взрывателя для род тяжелой артиллерии способны воздушный подрыв. Воздушный подрыв должен, по идее, пехоту косить. Но опять же, это три очка еще. Сначала сюда прийти, потом сюда. Это далеко. Химические снаряды, да, вот это может хорошо зайти. Но снова это, снова пять очков. То есть с этими очками, как бы, с пяти очками, можно уйти и подальше. Можно уйти, например, в огнеметы. Раз, три, четыре. Ну ладно, шесть, шесть огнеметов, но тем не менее. Поэтому я туда и не лезу. В артиллерию. Брал я, значит, сортировочную палатку, но это нужно строить госпиталь. Не всегда прокатывает, поэтому сейчас я в нее уже не пойду. Потому что уже не там атаки, где раньше были. Такс, а куда же мы, куда же мы пойдем? Ну вот, предлагается вот эта штука за девять сотен. Конечно, сорок процентов курса конвертации вообще сейчас не сильно интересно. Прям мягко говоря. Потому что мы ничего не конвертируем. Но с другой стороны, без этой фигни в танки не прийти, например, никак. Хотя танки наш пятачок, туда еще постараться надо, чтобы прийти. Усильные окопы тоже нет. Бомбардировщики. Ну вот, летать, бомбить врага. Но опять же, я не уверен, что они будут прям сильно бомбить. Так же, как история с артиллерией. Тоже писали, что своей артой сноси вражескую арту. Я показывал там пару серий назад, что три моих залпа тяжелой арты не наносят урона вражеской артиллерии вообще. В комментариях тоже обсуждали, что может быть легкой надо долбить. Но в легкой написано, что она, в принципе, для подавления на урона не наносит. Это в описании и в игре написано. Так что вряд ли. Вряд ли я легкой смогу что-то пробить. Ладно. Куда пойти, куда податься. Кого бы найти. Ну и далее по тексту. Минометы. Говорили, что минометы. Ничего. Ну, не знаю. Тоже не уверен. Я как говорю, а в минометах. Ну, вот тоже на три секунды снижение перезарядки. Опять же, это просто частота стрельбы. Не то, что нам надо. Но и 900 денег это не то, что нам надо. Поэтому этот квест... Так, а здесь чего там? Воля нации. Ну, воля нации тоже, по-моему. Значит, за этим квестом вообще не погонимся. А вот тут как бы девять сотен. Более-менее выглядит интересно. Либо гранаты. Но я не уверен, что они кидают гранаты из окоп. То есть, если они из окопов кидают на подходе врага, то это круто. А если нет, то это не очень. Плюс 10 к боевому духу за солдатский клуб. Но у нас с боевым духом тоже все хорошо. Тоже пока бесполезная ерунда. Игентурная точка. Выисковая разведка стоит 450. Обойдемся. Снижение стоимости аэростатов. В обороне мы ими не пользуемся. Хотя противник сейчас все реже атакует. Но тем не менее, посидим еще пока его в обороне. Поперемалываем. А потом уже ломанемся. С другой стороны, у нас есть 8 штук уже. Это, в принципе, 2 атаки. По 20 тысяч народа, да? По 40 тысяч, наверное, даже. Не, наверное, по 20. Ну, в общем, 2 атаки. Раз и два. Кто может попытаться пойти в атаку прямо сейчас? Хотя дожди. Кругом дожди не очень хорошо. Для атаки. Улучшены ботинки. Ускорение солдат. Но не знаю, не знаю. Как-то все не то. Все, что поблизости, все фигня. Вот в чем дело. Надо идти куда-то. Ну, пойдем в гранаты, ладно. Пойдем в гранаты. За огнеметами. Туда вот. Есть. С этим разобрались. Дальше, значит. Где? Где противник будет атаковать? Фиг его знает. Теперь уже фиг его знает. Много вообще в патче поменяли. Там и балансы, и управление. В смысле, поведение компа. И на этой карте, и на той. То есть сейчас все должны отличаться от всего остального. Так, шесть, семь. Вот тут наших много. Девять. Мы тут нормально стоим. Вот тут наших не очень много. Пять, четыре. Вот у него тут скопленные силы. Ну, я думаю, что на Сент-Медо он не пойдет уже. Он же типа хитрый стал. Но переброшу. Так и быть. Так, с элитка. Берем элитку. В новом патче снайперов оставили только в элите. Больше их нет. Поэтому перебросим сюда элиту. Шесть, семь корпусов. Семь корпусов уже нормально. Здесь семь. Ну, погнали. Посмотрим, куда он будет атаковать. Перроно. Вот тут он смотрит. Так, ну тут у нас есть силы. Смотрит там, а напал вообще вот сюда. Что у нас тут? Три корпуса. Фига себе. У нас всего три корпуса тут. А у него пять. Ну, пойдем повоюем. Че же делать? Вот так вот стал действовать комп. Хотя, конечно, атаки на стратегической карте. И до патча 1.1 тоже перестали быть такими прям линейными. Сейчас самое интересное будет после битвы посмотреть, не отвалится ли наука. Потому что я включил, сделал два авторасчета, переход хода. Глянул. Вроде сохранилась. Но раньше она, когда берешь, сохранялась, а потом уже отваливалась. Так. Ломаем. Ломаем всю фигню стандартную. Чтобы она здесь не пришла. Хотя вот это неплохо вроде стоит. Хотя, ладно, ломаем нафиг. Все стандартные окопы сносим. Потому что они могут потом застрять. И не удаляться больше. И будут кривые. Так что лучше все это снести заранее. Так, стут. И тут тоже все сносим заранее. У нас не так, чтобы много очков, конечно. Прямо откровенно мало. Но что же делать. Погнали. Высадка где-то вон там получается. Значит, вот отсюда и начнем втыкать. Там у нас один ряд еще под колючку останется на будущее. Даже, наверное, вот здесь можно завернуть. Второй ряд. Третий ряд. Так, так. Хвостик. Переход из второго в третий. Ну, вроде вот так вот закрыто будет. И здесь третий ряд тоже. Там и тут серединка останется пустой. Но это не страшно. Сейчас здесь еще переход сделаем. Второй в третий. Ну, и первую не соединяем. Так, дальше. Пулемет. Наверное, без пулеметов мы обойдемся тут. В этот раз, наверное, не будет пулеметов вообще у нас. Раз, два. С той стороны они будут идти. Здесь хватит две линии. Отсюда втыкаем. Туда-сюда. Как-то так. Не очень хорошая третья линия, правда. Ну, уж какая есть. Еще 360 очков у нас осталось. Нам еще высаживать артиллерию и людей. Ну, ладно, третий линия, я думаю, тут сойдет. Пойдем за ртой. По 90. Ох-ох-ох. Даже не знаю, наверное... Сюда и не воткнешь еще. Ну, вот одну легкую возьмем для подавления. Подавлять я буду наступающего противника. Чтобы наступающий противник не расстреливал мои подходящие подкрепления. Так, стоп достаем. Этот фланг надо прикрыть еще одной. Все. Больше артиллерии у нас нет. Даже пулеметы не буду брать в этот раз. Потому что, ну, не на что откровенно. Не элиты ни фига. И снайперов у нас забрали. Семь-семь очков. Ну, вот и все, кстати. Так, тут ставим два в охрану. И вот этот фланг. Центра. И он даже... Даже не на все хватило. Ну, ладно. Помчайся. У него тоже не такие уж прям силы. Так, вторая и третья у нас тяжелые. Единичка легкая. 167 очков по 6. Меньше 30 рот мы можем достать, но у нас всего 33, так что... Нет. Ничего нет. Но это все не важно, если не сохранятся технологии. Что там комп нам предсказовалось? Сокрушительное поражение. О, есть контакт. Это даже, я не знаю, ввалить... Ввалить артиллерия. Мне не очень сейчас охота. Потому что дорого даже артой пострелять. О, кружки появились. Не было вроде кружков вот этих, которые показывают радиус. И ты иди назад, возвращайся теперь. Просили побольше крупных планов, но держи. Держи, дружище, смотри. Бегают солдафоны. По окопу. Туда-сюда, туда-сюда. Пробежали на мимо. Вылезли, упали. Чего? Уверен, что хочешь смотреть на изблизи, как они творят эту дичь. Опа. Вижу правый фланг. На правом фланге движуха. Отходим. Ввалим своей тяжелой. А ты чушь не отходишь, ты их. Ну, на кнопки так же они реагируют, как и раньше реагировали. Одну роту расстреляли. Вторая линия. Фигарит. Давай туда ввалим. Здесь еще две роты отбили. Новобранцы. Кстати, нехило так они получают. Прямо на подходе. Ох ты ж, как их сносят. И здесь вообще без потерь выбили. Да, сильно, сильно поменяли. А ты куда пошел? Эй. Кто ты? Кто ты и куда ты? Вот этот вышел? А, я понял. Я когда вот этого кликал, он не пошел. Он не пошел, потому что отметка с того не снялась. Ну, очень нехило отредактировали урон, потому что... Ну, смотри, что творят. Это на нормальной скорости все происходит. А мне теперь как атаковать? Потому что я делал одну атаку в следующих сериях, там, где ничего не сохранялось. И было нормально. Ну, забирал все точки, все четыре забирал. А вот сбивал звезду. Так, все, ты уже отступай. Ты сильно покоцанный. Вали отсюда. Ну, там не с такой скоростью отстрелывался. Мягко говоря. Конечно, хорошо, что мы теперь так активно отстреливаем. Но и нас также активно будут отстреливать. Бегут, бегут, бегут. Сейчас-то нормально. Или сейчас тоже будут выпадать. Да, снова вываливаются из окопа, потом сваливаются внутрь. Но неплохо так уже набили. Пока только одну роту отвели. Противник. Противник пошел на центр. Так, ты беги отсюда. Ну, хотя тут не так отстреливают хорошо, как там. Хотя нет, тоже довольно ловко. Вторая линия заработала, да. Тоже неплохо отстреливают. Выбили. Этот зашел. Этот зашел один. Да вот добили. А что, побежит в атаку или будет ждать? Так, давай-ка рубанем вот сюда. Мне не нравится, как они активно набегают. Потому что если они пойдут вниз, там всего две роты. Ну вот, нормально покромсали артиллерии. Хотя они продолжают бежать вниз. Еще разок накроем их. Да, большая часть ушла вниз. Так, рукопашная. Эти не добегут. Эти как будто под снайперами под огнем снайперов находятся. Так, ну и внизу начали атаковать нас. О, кстати, половину арты уже снес тут вражеский самолетик летал. И по сносил кое-чего. Но у нас нету тут самолетов на этой карте. Но здесь мы походу победим. И там тоже победим. Вот снова летит самолет. Пойдем выбьем их. В атаку. Рукопашную. Смотрим изблизи. Он убежал. Что-то туда-сюда мечется. Ну, что происходит-то? Ага, все. Ну, наконец-то они выбрали место, где они будут биться. Он не сказал бы, что наши побеждают. А, все. Быстро как-то пропало все. Так, тут у нас половинки. Давай их заменим. Причем обе роты заменим здесь. Потому что им придется тут сдерживать, если с ног тут обойдет. Тут давай проведем ротацию. Ну, вот смотри, есть тоннель, а они вылезли, побежали так, все равно. Почему-то, почему-то так. Ну, ладно. Арта еще стоит. Здесь поменяли. Вот это вы тоже неплохо отвезти куда-нибудь. Куда-нибудь. Вон туда беги. Тут. Тут все целое. Нормально. Кстати, тоже арта покоцина. И снова вот летит самолет. Пошел бомбить нашу арту, зараза. А сейчас последим за ним, посмотрим, как это хоть выглядит. Ну, вот, не посмотрим, идет противник уже по правому флангу. Там надо будет сейчас рулить. Ладно, может успеем посмотреть. На бомбардировку. Да, сбрасывает бомбу. О, нифига, пушку сломал. О, две пушки сломал. Надо же. Так, возвращаемся. На поле боя. И начинаем. Тяжелой артиллерии. Дубасть все это дело. Расстреляли роту. Эту тоже. Но бомбардировщик так нехило арту уничтожать. Вот, вот чем надо уничтожать арту. Не своей артой. Надо уничтожать бомбардировщиками. Вот туда, значит, и пойдем. Сейчас у нас одно очко науки осталось. В следующем ходу получим еще два. Возьмем бомберы. Тоже будем летать, бомбить. Ну, этих сейчас тоже достреляют. Прямо так. Без артиллерии, без всего. Сильно подкрутили, конечно. Раньше это все как-то дольше происходило. А это вот тяжелый сносит нам, да? Ну и все. Немцы сдаются. Я, в принципе, не против. 97 очков еще, конечно, есть. Но что с ними сделать? Нужно пострелять было борту куда-нибудь туда. Но я там нифига не вижу. Наугад палить. Фиг его знать. Сейчас не согласишься. Они потом еще заколебут. Крупная победа. Ну, вот, отлично. Победа над противником наперекор всему. Потери союзников 700. 705 человек. А у него 8500. Нормально. Нормально покромсали. И как-то быстро. Ну, было написано, что сократили время битв в зависимости от сложности. То есть, чем проще, тем битва дольше. Но на этой сложности также 20 минут максимум на сражение. При этом как-то вот... Ну, хотя там и немного было. Много людей. Ну, давай вторую сразу. То, видишь, смотри, опять автобой говорит тяжелое поражение. Я тут сохраниться не могу. Пойдем. Быстро разнесем еще еще тут 7 корпусов, а у нас 4. У нас, в этот раз побольше корпусов, чем было. так что я думаю, так же здесь отобьемся в хорошую победу и посмотрим переход хода с, я надеюсь, сохранение технологии. Вот эту штуку нам атаковали уже в прошлой серии. Я надеюсь, на сохранение каких-нибудь окопов уже наконец-то, потому что игра мне говорит, можешь надеяться дальше. Никаких окопов не сохранилось. Нам все за ночь строить опять. ну, давай заново тогда быстро сейчас построим быстрых раскидаем. Так, ломаем, ломаем, ломаем. Какими бы кнопками была бы сломать все. Да и вообще нафиг они это добавили. Ну, то есть, они как будто сделали, чтобы показать, что они тут какие-то идут бои постоянно, да, тут какие-то есть окопы, но окопов-то по факту нет, есть только разметка под них. И смысл. Вот в этом особенно окопе. Какой смысл? Который вообще там за крайней точкой вот сюда-то. Ай, ладно. Главное, чтобы баги выпили и тос. И тосойдет, можно играть бы дальше. Так, краешек там, да? Две линии. Ой, ладно. Так, раз-раз. Блин, не очень хорошо. Не удастся потом воткнуть никому, ни колючку, ничего. так, это вторая и третья. Третья. Так, переходы. Переходы есть. Здесь окопчик. И, кстати, сплошной сделаем тут. Да и все. И вот этот край тоже сейчас быстренько раз-два-три. Стой. Нема. Далеко приходит стянуть тут. Да, много. Далеко и много. Так, там вся линия, да? Тут вся линия. Хорошо. Все. Сойдет. Че, еще очков полно. 18. Но этот улучшенный сделаем. Он тут отдельно стоит. Артиллерия. Ну, возьму одну легкую опять и тяжелые по краям и мне хватит, я думаю. 4,5, 8,9, 11. Вот тут блинная линия получилась такая. Не хватило бы бойцов. 22, 29. Все, помчали. я думаю, что сейчас опять так же быстро все разойдется. 329 очков. Ускоряемся. вот у нас укрепленный окоп 1. насыпь повыше, сзади насыпь появилась. Там какие-то полы видно. Тут на земле стоят. Тут досочками выложено у них ступенька стрелковая. Телега. Ну вот снова от артиллерии забилась карта. Как она забивалась раньше, так и сейчас она забивается. Не видно нифига под ней. Ну, или противник поднялся. Игидиты. Ага, вот он по лиму флангу идет. Ух ты, поджал сразу и тех и тех. в обратку навалим артой по вот этим полчищам. Сейчас зацепятся. Да, зацепились. Тащим назад. Битва в окопе. перескакивают на следующую линию, но далеко они не уйдут. Так, а мы здесь потихоньку уже одну роту теряем. Судя по всему, да, потеряли роту. Тащим подкрепление. Мимо нажал. А там уже новые бегут. Кружочек уменьшился у легкой арты. Так, смотрим, что по урону. По урону нифига, только подавление, как и раньше. Пролетел бомбер. Так, этих закидываем вон сюда. Их им бы успеть добежать, чтобы их не начали сейчас расстреливать. добежать. успели. Здесь сейчас начнут стрелять. Отлично. Даже нет смысла уже стрелять, не успеет навестись. Уходим. Здесь запрыгнуть сейчас, Да, запрыгнули. у нас целые, так что мы их выбьем сейчас все равно. Причем они сдались, как только боевой дух кончился, то есть даже не не хпшечки. Сейчас проверим кое-чего. Сбивает ли боевой дух легкая арта? Нет, не сбивает, просто подавление. Я думаю, может боевой дух если собьет, то тронет сбить. Нет. Ну смотри, они уже так не ломятся через арту, остановились. Так, более того, меня тут сносит. Тащим подкрепление. Да что ж такое-то, тащись уже. Есть, а ты тогда беги дальше. Беги, беги, беги. Тяжелая за счет того, что уменьшили мишени, уменьшение прицела легкой артиллерии, теперь сложнее понять, где лупит легкое, где лупит тяжелое. так, этих отправим, наверное, заменим на других, у нас есть еще люди. Опа! да и это можно заменить. Ах, поздно, если наоборот. Ох ты, блин, и там. Все туда-сюда перебегли. прорвали они линию, но просто потому, что я тут не вовремя начал делать ротацию и некому было стрелять. Так, там двое накинулись на нас и выбивают. этот край не пройдет. Там выбери. Все, вступай. тут тоже отступай. Как-то накинулись под растрепали нас. Сидят нашим укрепленным окопе. Посмотри на них наглой мордой. Угости их. А зато смотри, как артиллерия тяжелая, выбивай. Даже в укрепленном окопе. Нифига себе. зараза. С той стороны уже набежали. Сами под свою арту попали. Практически полностью уничтожена рота была. Но тут мы их ждем еще. одно отстрелили. Третья линия сейчас тоже отработает. Минус рота. По вот этой отстреляются. Так и пока они туда мы выбьем вот этих на помощь. на дно выберем. Здесь стрельба идет. на на стрельбе на стрельбе недостаточно. хотя он смотри держится тоже забомбили по чуть-чуть по чуть-чуть и забомбили занимаем первую линию есть растреляли на подходе бежим на первую линию этого отправляем иди хватая куб тащим подкрепление давайте тоже отходим пять с половиной минут летит бомбардировщик нам тут покрутился улетел дарты не дотянулся причем кстати сколько он кругов уже сделал все ничего не снес и тут все целые то есть где бы не нашел и а вот кстати противника лет накидываем сразу тяжелый так он кстати тоже накидывает тяжелый там все смотаться нет не успели и там тоже ворвался в наш окоп но там мы его разобрали да стой ты не ходи туда один назад все уже не важно такса выбили окоп нас тащим подкрепление настал две минуты сейчас он сдаваться будет сейчас еще подбросим вторую ты сюда на помощь в нормальной скорости как это вообще выглядит да так чуть не особо че видать зато видать арта которая нанялась тоже в ответ куке и марты 2 не начинает отстрел минус рота 2 ну по нему еще легкой артой по ним у нас почти не осталось припасу 97 еще осталось что-то паникуешь нормально ой я сделал зум чтоб покрасивее было просмотрел просмотрел как нас фигарит ну минута ладно уж хорош ну подкрутили конечно сильно очень я теперь не представляю как мне-то откалывать если так быстро даже стрелки из трех линий сносится я так против пулеметов раньше бегал безуспешно а сейчас даже против обычной пехоты похоже выглядит 8 секунд ну ладно это победа не такая коротая как была предыдущая где 700 человек все потеряли но по-любому победа ивник прекратил отлично 3000 потеряли в этот раз да не 700 но все равно еще одна крупная победа а у него 13 половиной даже кстати арту он не пробил на шоу летал летал что-то своим бомберами ничего не сбросил ну и хорошо главное сейчас чтобы сохранилась открытие гранат может кстати за гранат такой урон потому что раньше то без гранат я играл так крупная победа плюс 7 потери центральных держав минус немецкое авиакрыло как так вышло не хватает у него не хватает снабжение больше чтобы пополнять потери и распался корпус ха-ха ну все значит нам теперь пора контратаковать следующий ход 2 очка исследования и проверяем да уроды вы блин развалились гранаты все равно все равно не держит ну капец ладно вышел патч я его проверил этой серии я перетру все остальные потому что тут как пободрее в новом патче быстро растрепали всех выкладывать все остальное смысла нет пока не сделают сохранение технологии блин ну как вот ладно подписывайся на канал нажимай колокольчик пиши комментарии ставь лайки спасибо за просмотр и пока пока пока